Утром первого, мы на месте. Ты надо заработать, вручили эту сколку, вручили. Изов принято, уезжаем. Сотрудники полиции задержали четырех мужчин, подозреваемых в употреблении наркотиков. Все они жители Шимкента, старшему из которых 42, а младшему 33 года. В ходе патрулирования на улице Алтын-Цары полицейские обратили внимание на клиентов одного из магазинов, не скрываясь, куривших марихуану. Всех подозреваемых полицейские задержали. По факту незаконного употребления наркотиков, полицейские возбудили уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса. Материалы дела готовятся для передачи в суд. В ходе патрулирования на веренной территории сотрудники 814-го экипажа ДПП обратили внимание на автомашину с разбитыми стеклами, припаркованную на автостоянке по улице Джангит. По улице Джангит на стоянке возле торгового дома Биби Марьям мы обнаружили автомашину Джентра с разбитым задним окном и вещами, разбросанными по салону. Впрочем, хозяйка автомашины полицейским заявила, что из салона ничего ценного не пропало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы постоянно машину засталёте, да? Да. Рядом живёте? Да. А что у вас пропало машина? Во-первых, меня сигнализация не сработала. Меня вызвала ваши сотрудники, дорожная полиция. Они, проезжая, заметили, что стекло сломано. Я выбежала, смотрела, на момент просмотра, что пропало, не оказалось детского рюкзака. Детского рюкзака? Да. Все? Все? Ценные вещи? Нет, только рюкзака, да. Ценные вещи не попали там? Деньги? Нет, нет. Золотые вещи? Только рюкзак, да. Только рюкзак, да? По факту кражи полицейские Альфа-Арабийского РОВД возбудили уголовное дело. И сейчас ведут поиск преступника. Днём на пересечении улиц Деваева и Тарыкулова столкнулись автомашины «Галант» и «Киан». К счастью, в ДТП никто не пострадал, но автомобили понесли серьёзный материальный ущерб. Кто виновен в аварии и будет возмещать урон, сейчас выясняют инспекторы ДПП. Еще одно дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано на проспекте Кунаева. Здесь водитель автомашины «Газель» врезался в ограждение, разделяющие встречные полосы движения, и заехал на клумбу. Как объяснил владелец микроавтобуса, это был вынужденный манёвр, чтобы избежать столкновения с другой автомашиной. Прибывшие на место происшествия специалисты городского ЖКХ обязали водителя восстановить ограждение, чем виновник ДТП без колебаний согласился. Я здесь проезжал, но оттуда выехала автомашина, и меня зажало. Я стал от неё убегать и выехал на клумбу. Номер автомашины, к сожалению, я не заметил, но помню, что это была «Нексия». Продолжение следует...